Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема это как зарегистрироваться в личном кабинете Альфа-Банка. В личном кабинете Альфа-Банка можно зарегистрироваться двумя вариантами. Либо когда у вас нет никаких продуктов от данного банка, либо же когда у вас есть какие-то продукты и вы зарегистрированы в личном кабинете. Допустим, вы оформляли карту дебетовую, кредитную, либо может быть кредит какой-то у вас оформлен в данном банке. И, соответственно, у вас есть доступ к личному кабинету. Ну и, соответственно, как туда войти, все зависит от того, по какой из ситуаций вы пытаетесь зайти, имея какие-то продукты, либо не имея. Ну, давайте я вам покажу, как зайти, если у вас есть какой-то продукт действующий, и как зайти, когда у вас его нет. Скачали приложение Альфа-Банка и переходим в него. Первое у нас здесь спрашивается разрешение на запрашивание, на отправку уведомлений, там использование динамика и разрешить приложение отслеживать вашу геопозицию и действия на других сайтах. Все, что нужно, соглашайте, что не нужно, отказывайте. Вводим номер телефона, ваш, которым вы пользуетесь, нажимаете «Зайти». Далее здесь у нас сразу предлагает оформить какую-то из карт. Это если у вас карты никакой не было, никакой нет услуги. Выбираем карту, которая нам нужна, и здесь вводим свои реквизиты и нажимаем «Продолжить». Далее происходит загрузка. Ожидаем в течение нескольких минут. Сейчас все у нас подгрузится. Теперь нужно ввести код, который придет вам в виде смс-уведомления. Далее мы переходим, и нужно придумать короткий код-пароль для быстрого входа в приложение Альфа-Банка, то есть в личный кабинет. Он должен состоять от 4 до 8 цифр. Придумываем один, и далее нужно повторить его еще раз. После этого запрос на использование Face ID, либо сканер отпечатка пальца, чем вы пользуетесь на вашем телефоне. Все, здесь у нас пошли рекламы, то есть что нам предлагает Альфа-Банк, что можно подключить там, куда пополнить. Вот основная страница, и вот ваша дебетовая карта, либо кредитная, которую вы оформили. Для того, чтобы пользоваться ей в полном объеме, и у вас не было ограничений, но эту карту необходимо заказать тогда. У вас есть вкладка «Получить карту», и после этого все ограничения будут сняты, а карта будет вам доставлена домой. Теперь мы входим в личный кабинет при условии того, что у нас уже какие-то продукты есть. Первое, что нас запрашивают, это ввести номер телефона. Вводим номер телефона, нажимаем «Зайти». Ждем четырехузначный одноразовый код. Теперь нам нужно придумать четырехузначный, там либо от четырех до восьми цифр, короткий код для входа в личный кабинет. Нажимаем «Продолжить». И еще раз нужно подтвердить. Здесь запрос, если нужно использовать Face ID, там либо сканер отпечатка пальца. И мы сразу попадаем на страницу, на свою основную, на которой уже указаны наши действующие карты, либо какие-либо услуги, которые у нас были подключены. Ну, то есть вот таким образом я вам показала, как можно зайти в личный кабинет, и через приложение, да, зарегистрировавшись, да, и либо же через компьютер, к примеру, личный кабинет, Альфа-банка, как туда войти, если у вас есть уже какой-то продукт. Но, как вы понимаете, что регистрация ничем не отличается одна от другой, только меняется расположение кнопок и вкладок, которые есть там на сайте и которые есть в приложении. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, и всем до новых встреч! Пока-пока!